Как избавиться от складок на костюме? Первый способ. При помощи пара. Господа, перед началом вам надо убедиться, что костюм, который вы собрались разгладить при помощи пара, очищен от пятен и грязи. Температура и пар могут оставить пятна навсегда. Так что лучше сначала почистить костюм от них. Используйте только дистиллированную воду. Вода из-под крана может оставить грязь от осадка. Отпаривать надо по секциям, натягивая ткань перед началом. Медленно разглаживайте движениями вверх и вниз. Если складка не уходит, то, вероятно, вы двигаете утюгом слишком быстро. Также следите за тем, чтобы не перегревать швы, иначе они могут потерять свою форму. В целом этот способ очень прост и довольно безопасен. Риск повредить костюм очень мал. Метод 2. Глажка. Если вы разглаживаете шерстяную ткань, то используйте низкие температуры. Я также рекомендую использовать дополнительную ткань, чтобы уберечь костюм от повреждений. Просто белый хлопковый платок отлично подходит для этого. Лучше прижимайте утюг вместо того, чтобы разглаживать как рубашку. Равномерно давите утюгом несколько секунд, затем убирайте в сторону и приложите к другому месту. Гладить утюгом вперед-назад может привести к блеску на ткани. Разглаживаем пиджак. Пиджак очень сложно гладить, особенно в области плеч. Я настоятельно рекомендую разглаживать только те части, которые действительно в этом нуждаются. Спина, локти, передние части, там где есть складки. Остальное оставить профессионалам. Чтобы разгладить заднюю часть пиджака, постелите его на доску, расправьте ткань, приложите утюг на пару секунд в зону складки и затем переместите на другое место. Фокусируйтесь только на зоне, смятой тканью. Когда разглаживаете разрезы, убедитесь, что они сложены правильно. Рукава стоит разглаживать только посередине. Если разглаживать по краям, то появятся загибы. Может, на рубашке это выглядит нормально, но на пиджаке нежелательно. Надо быть внимательным с лацканами. Это еще одна зона, где загибы нежелательны. Чтобы их разгладить, надо аккуратно пройтись утюгом. Разглаживаем брюки. Карманы должны быть поглажены. Так как если ваши штаны облегают бедра, то мятые карманы могут быть заметны через ткань. Немного прижмите утюгом, и проблема решена. Верхняя часть брюк. Вытащите подкладку карманов наружу, и приложите утюг аккуратно вокруг. То же самое с задним карманом. Затем разгладьте область пояса. Предельно внимательным надо быть возле пуговиц и стежков для ремня. Сейчас вы будете формировать складку. Постелите брюки. Будем работать с каждой штаниной по отдельности. Уберите лишнюю штанину на край доски. Выровняйте швы на брюках посередине. Перед глажкой расправьте ткань руками, чтобы не было никаких загибов. Приложите утюг на край с одной стороны. Затем повторите то же с другой стороны. Затем надо проделать то же самое на верхней части брюк. Следите за тем, чтобы швы совпадали посередине, и аккуратно сформируйте складку. Вы будете формировать складку где-то на 12-14 сантиметров ниже от уровня пояса. Складка не должна идти до самого верха. Нижняя часть карманов это хорошая стоп-линия. Когда у вас уже есть начало и конец складки, можно приступить к глажке всей штанины. Аккуратно придавливайте ткань утюгом вдоль всей длины. Следите за тем, чтобы прикладывать и убирать утюг вверх и вниз. И ни в коем случае не ерзать им по ткани. Когда складки готовы, можете пройтись по всей плоскости, чтобы убрать ненужные морщины на ткани. Используйте ту же технику. Опускайте и поднимайте утюг, чтобы разгладить ткань. Не стоит гладить штанину с двух сторон. Достаточно с одной. Затем надо повторить этот процесс на другой штанине. Переверните брюки, уберите лишнюю часть и повторите процесс. Если вы заметили, что передняя и задняя часть требуют больше внимания, то вы можете натянуть брюки на край доски и пригладить утюгом. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok